друзья сегодня хотел с вами поговорить о такой замечательной вещи как видео аналитика видео аналитика на сегодняшний день активно все активнее и активнее входит в наши в нашу повседневную жизнь то есть там если буквально еще пять лет назад мы бы обсуждали с людьми того времени о том что мы будем разблокировать условный телефон лицом но там возникало бы много вопросов и недопонимания хотя еще пять лет назад уже плюс-минус такие технологии существовали но как бы разблокировка по фейс а идея то уж далеко не новшество как и ряд других интеллектуальных сервисов видео аналитики которые на сегодняшний день если мы допустим возьмем на рассмотрение там сервисы microsoft давайте мы сейчас не вернемся на следующем слайде вот именно по сервису microsoft давайте поговорим вообще что такое видео аналитика на сегодняшний день все что можно зафиксировать камерой можно превратить в объекты для анализа то есть нейросети искусственный интеллект сегодня развился до того уровня когда мы можем не только идентифицировать людей по лицу там по неким базам заранее подготовленным или идентифицировать транспорт номера транспортные но сегодня видео аналитика пошла немного немного дальше превратилась в более серьезный объект разработки и в целом на сегодняшний день мы можем уже спокойно говорить о промышленной видео аналитики о промышленной видео аналитики с точки зрения участия ее в неких технологических цепочках на предмет допустим соблюдение техники безопасности выполнение требований безопасности контроль производственного персонала также мы можем передать часть человеческой работы на сторону машины с точки зрения контроля технологического процесса самый банальный пример контроля технологического процесса на сегодняшний день видео аналитика может измерять детали дистанционно вплоть там до нескольких микрон точность это на сегодняшний день там так называемые лидар камеры позволяют делать но сегодня мы о них не будем сильно разговаривать кому будет интересно в дальнейшем мы там можем можете в конце там увидеть мои контакты можете со мной связаться я с вами более детальнее обсужу там другие технологические моменты давайте рассмотрим на сегодняшний день что нам предлагает эйджер microsoft эйджер на сегодняшний день дает нам возможность без без особых навыков программирования без особых знания знаний построения там архитектурных моделей сервисов поработать со своим собственным искусственным интеллектом то есть на сегодняшний день в эйджере развернуты готовые сервисы уверен кто с эйджером работает постоянно тот с ними со всеми знаком в первую очередь компьютерное зрение компьютерное зрение нам позволяет детектировать объекты те которые мы хотим ну то есть мы можем собрать некий датасет набор фотографий того или иного объекта научить систему распознавать этот объект и в дальнейшем уже подкладывать искусственному интеллекту фотографии какие-то где он нам будет искать именно те объекты которые которые мы ему научили которые мы научили его распознавать ничего такого сверх сложного в нем нет сервис понятен там опытному пользователю компьютера и в принципе там каждый себе на сегодняшний день может позволить обзавестись небольшим небольшим сервисом по компьютерному зрению но также microsoft на сегодняшний день предоставляет возможности распознавания документов причем неважно что это за документы будь то это как на картинке вы сейчас видите чек это может быть там какой-то счет может быть там другие какие-то документы может быть договора и так далее то есть что нам нужно распознавать из из бумажного вида в цифровой переносить без использования каких-то сканеров и так далее то есть мы конечно же можем воспользоваться старым добрым сканером но это у нас история как минимум там в несколько минут отсканировать перевести там это все в цифру видеоаналитика нам позволяет просто фотографию положить и она самостоятельно читает информацию транскрибирует нам ее цифровой какой-то формат но в текстовый условно цифровой также есть там возможности использовать сервис пользовательского визуального распознавания систему распознавания лиц и индексатор видео кто работает с microsoft стрим те знают что индексатор видео там уже в microsoft стрим есть то есть мы можем подгрузить какой-то объем видео мы можем в проиндексировать это видео с точки зрения выступающих на нем и отдельно вывести так также вот на картинке здесь мелко правда но видно можем отдельно вывести выступающие выступающих лиц в этом видео и посмотреть только те моменты где они выступали можем по каким-то ключевым словам то есть написать ключевые слова и нам система покажет все что все моменты где употреблялись те или иные слова словосочетания сервисы клёвые интересные ими интересно играться но если у нас нет какого конкретного проекта где есть потребность в таком сервисе здесь ну чисто зайти поиграться но на сегодняшний день есть решение гораздо серьезнее гораздо сильнее они также могут совместно работать с эйджером но сами подобные решения они больше там отдельных разработок то есть они к microsoft особо отношения не имеют как как один из примеров хотел бы вам рассказать про промышленную видео аналитику параллельно которую разрабатывает один из наших отечественных вендоров нашей компании есть с ним прямой договор и наша компания участвует во внедрении видео видео аналитики на производстве видео аналитика на сегодняшний день промышленно позволяет нам закрывать большой такой пласт задач которые на которой на которой ранее всегда выделялись какие-то люди то есть делал там человек смотрел в экранчик или ходил человек смотрел там наблюдал за другими людьми на предмет выполнения каких-то требований на сегодняшний день этого уже нет ну то То есть это есть, но оно уходит. Почему уходит? Потому что есть видеоаналитика. Видеоаналитика нам позволяет, в первую очередь, контролировать промышленную безопасность. Везде, на любом производстве есть те или иные требования безопасности. Даже, скорее всего, за эти требования безопасности сотрудники того или иного, той или иной промышленности, того или иного завода, фабрики, цеха, неважно, они, скорее всего, расписывались за эти требования безопасности. Но если они расписались, это не значит, что они будут их соблюдать. Собственно, сама видеоаналитика позволяет детектировать те или иные нарушения, например, с точки зрения безопасности, исполнения техники безопасности или же безопасности на производстве, когда, допустим, мы разрабатываем датчик индикации возгорания или датчик индикации дыма, задымления. Видеоаналитика тоже может подобные триггеры воспринимать, то есть если где-то возгорание, видеокамера это зафиксировала, а сама интеллектуальная часть видеоаналитики дала нужный аларм, либо позвонила в пожарную часть, либо сообщила на пост охраны и так далее. Детектирование инцидентов различных, ну то есть мы не просто там можем отследить, было там нарушение какое-то или просто инцидент, неважно, видеоаналитика не обязательно направлена на то, чтобы найти и отругать кого-то, мы можем ее по-разному принимать, ну давайте мы будем обозначать просто любое событие как инцидент. Ну и то есть мы эти инциденты можем не только детектировать, но и фиксировать, фиксировать посредством выгрузки каких-либо отчетов. То есть нам уже не нужно там, чтобы весь день безопасник сидел, смотрел в камеры и там на листочке где-то помечал себе моменты, когда были те или иные нарушения. Нет, безопасник теперь просто вечером открывает там, ну условный веб-интерфейс, выгружает оттуда себе некий отчет, где, собственно, там зафиксированы те или иные события, те или иные триггеры, к ним приложено время, когда это событие произошло и номер камеры условно. Таким образом, безопаснику не нужно просматривать за весь день видеозаписи, а он может просто конкретно там проклацать по времени и посмотреть, действительно ли это было нарушение, ну или, может быть, видеоаналитика ошиблась и некорректно сдетектировала. Такое может быть, безусловно, при внедрении видеоаналитики есть несколько этапов. Один из них – это этап обкатки, когда был собран датасет, те или иные триггеры были размечены, те или иные действия там разметили, и вот наступает момент внедрения. То есть видеоаналитика устанавливается, но несколько недель за ней еще наблюдают и смотрят, проверяют корректность ее отработки. И там, то есть, ну, бывает, срабатывает некорректно, нужно доработать. Вот, соответственно, там под эти все истории есть отчеты, где мы, собственно, всегда отчет можем выгрузить и посмотреть, что произошло. Также там один из примеров реализации видеоаналитики на сегодняшний день. Один момент, вернусь назад на слайд, один момент, единственное, что под подобные решения всегда нужны большие вычислительные мощности. То есть любая видеоаналитика у нас требует минимум мощных процессоров, центральных процессоров. Ну, и как некий стандарт, то есть если у нас есть серьезные вещи на детектирование, то есть сложные объекты для детектирования, здесь уже, конечно же, нам нужны будут вычислительные мощности видеоадаптеров. То есть мы понимаем, что если какие-то легкие, простейшие вещи мы детектируем, мы используем просто там небольшой серверок с парой процессоров и там с 64 гигабайтами оперативки. Но если нам нужно что-то посложнее детектировать, я вам сейчас там дальше покажу видеокейс, то есть как это работает и в чем там была сложность. Объясню, где работали процессоры, а где работали видеокарты. Один из примеров реализации на производстве, самый такой, ну, один из простейших, который я вам решил сегодня показать, это прототип системы фиксации нарушений ПДД. То есть есть у нас некий НПЗ. На этом НПЗ есть требования. Все машины, которые в него заезжают, они, в принципе, там особо не отслеживаются, но на выезде водитель обязательно должен быть пристегнут ремнем и обязательно должен быть один. То есть выездные машины через ворота, на которых у нас видеоаналитика установлена была, машины, которые там выезжают, они не подразумевают, что у водителя будет некий логист или сопровождающий. Там водители едут только по одному человеку. И, соответственно, мы видеоаналитику прикрутили к камере и к шлагбауму. Если условия соблюдаются, то есть водитель один, он пристегнутый, тогда шлагбаум без проблем открывается и выпускает водителя. Если нет, он не выпускает водителя, он фиксирует, что не так, ну, может быть, сидит рядом человек или водитель не пристегнутый. Также дополнительно фиксирует номер авто и добавляет это в отчет, что вот такая машина не выполнила требования в такое-то время, поэтому не выехала там по своему маршруту. Ну и там, соответственно, идут дальнейшие действия со стороны уже там руководителей и так далее. Это такой один из легких довольно примеров. Здесь не нужно каких-то глобальных нейросетей строить. То есть здесь просто прокатывается машина раз 300 вот там в течение какого-то времени, и водитель там едет в разных условиях. Он едет один, не один, пристегнутый, не пристегнутый и так далее. Из этого датасета формируется уже там некая нейросеть, которая в дальнейшем-то и подключается к нашей видеоаналитике. Один тоже из вариантов – ношение СИЗОВ и попадание в опасную зону. Сразу хочу сказать, это локальный сценарий, то есть это некая буровая, ну, скажем так, за полярным кругом. Там люди, ну, на буровой работают, добывают нефть. У них есть ряд требований по технике безопасности, такие как у одного из бурильщиков на скважине должен быть обязательно капюшон. Есть зоны, есть размеченные, скажем так, опасные зоны. Опять же, размечены они виртуально только с точки зрения, только с точки зрения видеоаналитики. Человек не видит, он знает просто, где эти опасные зоны, где есть подвижные элементы самой буровой, где есть места, где стоять долго нельзя, потому что там какой-нибудь подвижной ключ сейчас подъедет и может травму нанести сотруднику. Далее, обязательно все должны быть в перчатках, все должны быть в касках, и у одного из бурильщиков должен быть страховочный пояс для, соответственно, для самого ключа подвижного. Здесь данное решение было разработано на двух подходах. История с капюшоном, перчатками, касками и страховочным поясом, то есть история с СИЗами, она отрабатывалась просто на микропроцессорах, то есть достаточно было мощности микропроцессоров, когда, ну, для того, чтобы детектировать и фиксировать там ношение СИЗов. Но история с попаданием в опасную зону, когда, собственно, сам ключ буровой необходимо поднести, здесь уже был использован второй подход, здесь уже работали видеокарты непосредственно. То есть в сервер была установлена видеокарта Tesla V5, и таким образом, то есть она на себя взяла работу по детектированию именно подвижных объектов. Как, собственно, это выглядело в реальности? То есть вот кейс, это реальный кейс, живая видеоаналитика. Сейчас на этапе, когда ключ будет подъезжать сюда на фиксацию в буровую, вы сможете увидеть большой красный квадрат, то есть человек стоял в опасной зоне во время движения ключа. Он буквально на секунду проскочит, и таким образом, собственно, мы в дальнейшем в отчете там увидели, что человек, вот, собственно, сейчас была эта красная рамка, человек на несколько секунд попал в опасную зону, то есть мы можем вернуться потом к этому видео, ну, не мы, там тот же безопасник условный, возвращается к этому видео и просматривает факт, факт детектирования был в опасной зоне, он просматривает, ошиблась ли видеоаналитика, или, может быть, она зафиксировала, но это не критичный момент, ну, то есть там просто нужно будет потом зайти и посмотреть. Страшно, не страшно? Если это не страшно, как бы, ну, окей, а если страшно, ну, соответственно, нужно провести просто инструктаж сотруднику, который в дальнейшем бы не попадал на подобные триггеры. Все замечательно, когда у нас есть видеоаналитика на локальном сервере, но очень много, очень много на сегодняшний день есть потребности в видеоаналитике у тех, у того бизнеса, у той промышленности там, кто, ну, скажем так, территориально не располагает возможностью там установки условно того же сервера небольшого. Поэтому здесь как раз-таки у нас в эту историю всю включается Microsoft Azure. Решение в Azure располагается тоже довольно, как бы, незамысловато. У нас есть некая видеокамера, то есть если вы вот обратите внимание на фотографию, то есть это некая установка, которая нам помогает законнектить картинку, условно, картинку с видео и законнектить непосредственно саму видеоаналитику, ядро видеоаналитики, которое мы в свою очередь помещаем в Azure. То есть что у нас есть? У нас есть видеокамера, некая видеокамера, которая снимает в определенную сторону то, что мы хотим, чтобы она снимала. В свою очередь камера создает либо видеопоток, либо стоп-кадры, либо еще какие-то другие метаданные. Опять же, те, кто используют Azure, те, кто работают с Azure, продают его, разрабатывают на нем, понимают, что вообще там крутить довольно мощную виртуальную машину еще и с видеокартами удовольствие, довольно дорогое в Azure. Плюс еще у нас должен быть очень стабильный канал интернета, если мы говорим о видеоподключении. Ну, то есть если мы транслируем видеопоток напрямую с камеры в облако, у нас получается, что у нас такой плюс-минус 5G должен быть, чтобы у нас без задержек все хорошо работало. Здесь, конечно же, был разработан немного другой подход к видеоаналитике, потому что, ну, объективно, в России очень мало точек таких, где можно там на том же 4G нормально передавать видеопоток. Поэтому решили передавать не видеопоток, а стоп-кадры. То есть камера не снимает видео подряд там постоянно, а она делает одну фотографию раз в секунду. И таким образом у нас не видеопоток, но у нас видеоряд. Если быстро мы листаем картинки, все знают там закон мультипликации, если быстро картинки листать одинаковые, они начинают шевелиться. Здесь точно такая же история. Мета-данные попадают в облако Azure. Идет дополнительная обработка той или иной фотографии. То есть, ну, там неважно, это будет стоп-кадр, либо мы именно камеру на фото ставим, то есть она только фотографирует, либо мы делаем так, что у нас передается видео, но там специальная софтина, она из этого видео, точнее, снимается у нас видео, софтина из видео просто делает скриншоты и передает их в облако. В облаке происходит дополнительная обработка, после чего фотография падает в некую event-базу. Event-база – это тот самый датасет, который мы сняли заранее. На первом этапе внедрения мы установили эту же камеру на это же место и начали снимать датасет, то есть то, что нам нужно детектировать. Допустим, в этом кейсе конкретно, это контроль податчиков на строительном объекте, нам нужно было детектировать людей. То есть где, в какой части стройки находятся люди, по итогу там рисуется тепловая карта. Я вам сейчас дальше покажу этот кейс тоже, такой именно снятый со стороны видеоаналитики. Соответственно, после того, как в event-датабейс попадают наши метаданные, они обрабатываются там. И в дальнейшем, если есть какой-то триггер, который бы связывал попавшую фото в event-базу и набор данных в event-базе, если есть какой-то триггер срабатывающий, эта история вся отлетает в репортинг-куб, а из него уже, соответственно, вылетают отчеты. Отчеты в личном кабинете, в какой-то веб-форме. Хотите мобильное приложение, условный тот же PowerApps мы берем и на него эту всю историю с отчетом транслируем. Можем экспортировать сразу в какие-нибудь CRM, можем в ERP-систему это все добавлять. То есть куда нам нужно данные, мы по итогу все равно генерируем данные, так или иначе. Там сейчас есть концепция PowerPlatform, работа исключительно с данными, и там каждый бизнес генерирует данные. Здесь точно такая же история. Сама видеоаналитика, она генерирует поток данных. А вот работать с этими, ну, точнее, как работать с этими данными, то есть мы можем просто отчет просматривать, а можем просматривать отчет и параллельно просматривать видео, согласно отчету, попадая там на те или иные моменты, которые нам в отчете указаны по времени. То есть мы не просматриваем все видео, мы идем только в конкретные точки туда, что нас интересует. Собственно, вот это пример реализации самого кейса с контролем подрядчиков на строительном объекте. То есть здесь рисовалась тепловая карта. Тепловая карта в первую очередь нужна была архитекторам для того, чтобы контролировать, по правильным ли этапам, обозначенным архитекторами, идет строительство. Был очень сложный проект, очень важно было поэтапно строить разные части этого здания, этого строения, потому что там сложная архитектура, где-то должно было выстояться сначала, там застыть бетоном и так далее, чтобы продолжать там дальше какой-то уровень достраивать. И вот здесь вот как раз-таки была история применена с тепловой картой, то есть как это выглядело вживую. С левой стороны у нас, собственно, идет сам видеопоток, но здесь не видеопоток, здесь просто метаданные. Здесь было три фотографии в секунду, которые в дальнейшем-то, собственно, у нас и формировали вот эту самую тепловую карту. Вот если с левой стороны идет живое видео, то с правой стороны вы можете увидеть, как рисуется в режиме реального времени эта тепловая карта. Конечно же, это все ускорено, FPS тут 7 кадров в секунду стоит, то есть сама эта вся история формируется в течение всего дня, и то есть вечером архитектор условно открывал свой отчет, открывал тепловую карту и смотрел, правильно, неправильно. Это все было реализовано. Ну, то есть в тех частях стройка идет или там нужно внести какие-то корректировки. Распознавание людей в этом, за распознавание людей в этом кейсе отвечает полностью аналитика, видеоаналитика Azure, в частности там виртуальная машина, прошу прощения, не видеоаналитика Azure, а видеоаналитика в Azure. Виртуальная машина у нас поднята с графическим адаптером. В ней развернуто, собственно, само решение видеоаналитики, и метаданные просто по выделенному каналу туда залетают, система обрабатывает, и в итоге там заказчику в браузере он заходит на свой ресурс, подготовленный под него, и получает, собственно, все эти отчеты. Применение видеоаналитики кейсов есть огромное количество. Я готов с вами обсуждать, если интересно, если там среди вас также есть какие-либо компании, которые заинтересованы в подобных решениях, мы с удовольствием там готовы посотрудничать, рассмотреть различные варианты совместной работы. Ну и, собственно, если у нас есть еще время, я могу ответить, там буквально у нас есть 6 минут, могу поотвечать на ваши вопросы. Алексей, спасибо за вашу презентацию. Есть вопрос по поводу кейса с ношением СИС на буровой. Безопасник видел моменты нарушений и зачета, или предусмотрены какие-то уведомления о нарушении, которые происходят здесь сейчас, чтобы предупредить аварийные ситуации, например? Да, смотрите, мы можем работать и с предиктивной аналитикой, там какая есть история. То есть сейчас классическое видеонаблюдение, как мы его знаем, там у нас сидит человек за экраном, у него там 12 плюс экранчиков маленьких. Это на самом деле очень сложная история с точки зрения даже физически, там человек 12 часов сидя за компьютером, у него замыливается глаз, он устает, он может отвлекаться там на телефон, с коллегой поговорить, выйти перекурить. У него есть большое количество различных факторов, которые могут его отвлечь. Сама видеоаналитика, она подразумевает под... Точнее, она несет под собой историю, когда человек не сидит за компьютером, не смотрит в мониторчик, он сидит за компьютером, но не следит за экранами. Когда происходит какой-то триггер, у него экран с камерой, на которой произошел триггер, сразу у него раскрывается на весь экран. То есть можно эту систему настроить. Здесь, наверное, больше вопрос к организации самой системы видеонаблюдения, потому что какие-то системы позволяют там вот эти все вещи с алармами проделать, там с выводом на экраны. То есть даже вплоть, когда просто висит дашборд условного руководителя в кабинете, и к нему там на этот дашборд периодически всплывают какие-то триггеры, которые там видеоаналитика поймала. То есть можно и так сделать. Здесь, наверное, больше надо посмотреть сначала конфигурацию текущую по видеонаблюдению, и в дальнейшем уже там можно посмотреть. Либо сделаем, либо там что-то нужно будет докупить. Но в целом алармы, да, пожалуйста, на ардуинке можем слепить лампочку с платой, с двумя платами ардуиновскими, прикрепить условно к какому-нибудь конвейеру, и на конвейере у нас будет распознаваться там производственный брак, допустим, металл какой-то идет, там, прокатный, и где-то у него трещину система видеоаналитики распознала. Там эта ардуинка с лампочкой будет моргать, ну, соответственно, видеоаналитика будет шуметь, ардуинка будет моргать, ну, и всяческим образом привлекать внимание людей, там, что надо что-то сделать. Да, можно, конечно, можно различные алармы настроить. Это все делается исключительно под заказчика, ну, по требованиям заказчика. Спасибо. Слышала, что возможны разные варианты. Предлагаю тогда переходить к следующему выступлению. Алексей, я вас благодарю за интереснейшую презентацию. Да, вам тоже спасибо. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok